Ну а в России сегодня, по крайней мере, главное слово «Буран». Уникальный как по конструкции и своим возможностям, так и по варварской заброшенности. Многоразовый отечественный, это принципиально важно, ракета-план. 15 ноября можно было бы объявить днём национальной гордости, но, боюсь, показаться излишне наивным. 15 ноября 1988 года в космос взмыл космический корабль «Буран». Взмыл с помощью специально для него придуманной ракеты-носительной энергии. Совершил несколько витков вокруг Земли и сам в автоматическом режиме. Шаттлам такое даже не снилось. Точно и красиво приземлился на Байконуре на специально построенном аэродроме. «Буран» был пиком научно-инженерной мысли. Не побоюсь пафоса, в планетарном масштабе. Его строили не одно десятилетие. Параллельно из такой мнения коллеги передрали наши чертежи и создали свой спейс-шаттл. Судьба «Бурана» после посадки красноречиво свидетельствует о том, как этот полёт был воспринят в мире. Программу остановили, а опытные образцы просто бросили зарастать мхом. Двоим в космосе в те годы было не место. Кто-то из участников той великой, зарубленной прямо на старте программы, до сих пор считает её остановку предательством. Фаталисты же верят, что это было дурное предзнаменование. СССР развалился ровно через три года после того, как «Буран» бросили ржаветь. Как бы там ни было, мы всё ещё цепляемся за космические полёты. Значит, надежда сохраняется. Но вернёмся на 30 лет назад, в день, когда наша страна обладала всем, чем можно. Своими спутниками, межпланетными зондами, собственной орбитальной станцией, ракетами и пилотируемыми кораблями космическими разных типов. Подобным ещё никто и никогда не располагал до сих пор. Хотя было ещё кое-что. Жажда лететь выше всех, Игорь Балдин напомнит.